МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И руководитель отделения юридического факультета Санкт-Петербургской академии Следственного комитета страны Паисов Сергей Николаевич. Дмитрий Александрович, наверное, к вам. Почему уже не в первый раз Ставрополь становится площадкой для такого крупного мероприятия, организатором которого выступил Следственный комитет? На самом деле Ставрополь стал в первый раз такой площадкой. В Ставрополь приезжает председатель Следственного комитета по традиции ежегодно с 2012 года, когда у нас открылся первый кадетский класс. С тех пор Александр Иванович Бастрыкин приезжает к нам в сентябре и принимает торжественную клятву кадет. Первый слёт кадетских образовательных организаций Следственного комитета и кадетских классов состоялся в 2016 году в Москве на базе кадетского корпуса Следственного комитета. И в этом году, учитывая наш большой опыт и нашу хорошую базу, было принято решение провести подобный слёт у нас в городе Ставрополь. И мы с удовольствием приняли это предложение. И я считаю, что мы в настоящее время и торжественное открытие, и сегодняшний день показывает, что мы достойно встречаем наших гостей, достойно, очень на хорошем уровне проводим это мероприятие. На самом деле гости приехали к нам из 13 регионов нашей страны, в том числе из самых дальних, из Новосибирска, из Хабаровска. Очень большая лежала задача, ответственность, во-первых, их встретить, разместить, накормить, показать наш город, колорит, познакомиться с наших гостей, с нашим городом, с колоритом, многонациональным таким, где пересекаются разные национальности, разные культуры, помимо основного направления, такого образовательного направления. И администрация города, и следственное управление по Ставропольскому краю, и, естественно, гимназия 24, мы приложили максимум усилий, чтобы это мероприятие прошло на достойном, очень хорошем уровне. И мы уже получили хорошие оценки от высшего руководства Следственного комитета. Спасибо. Слёт – это соревнование или просто обмен опытом? Слёт – это праздник. В первую очередь, это праздник кадет, это праздник кадетской юности, и это хорошая площадка для обмена опытом, это хорошая площадка для того, чтобы познакомиться, пообщаться. И в игровой форме, и в образовательной форме, в интеллектуальной, в спортивной в то же время посостязаться, но это не как бы олимпийские игры, да, так скажем, где прям вот есть победители, призёры, то есть они, конечно, есть у нас готовые дипломы, кубки, награды для победителей, призёров, но всё это, конечно, в форме праздника в первую очередь. Спасибо. Коллеги, у меня вопросов много, если вдруг что-то интересует вас, поднимайте руку, и я буду давать. Пожалуйста. Антон Киевский, СВОЁТВ. Людмила Александровна, к вам вопрос. Как глава Следственного комитета оценил вчерашний день? Насколько мне известно, глава Следственного комитета очень хорошо и положительно оценил, он сказал, что мы очень достойно провели торжественную встречу, он ознакомился, естественно, вот с нашей программой, да, вот у нас есть такая программа слёта, естественно, он сказал, что запланированы очень хорошие мероприятия и образовательные, обучающие программы и спортивного характера, и, в общем, праздничного такого, досугового, да, характера, и поэтому, насколько мне известно, он очень хорошо оценил, оценил нас, нашу работу, общую, слаженную работу. Можно сказать, что этот слёт будет, станет ежегодным? Этот слёт, он в Следственном комитете ежегодный, но площадки будут, как бы, предполагается, что разные. То есть, вот первый был слёт в Москве, второй слёт в Ставрополе. Как определяться, если настолько мы провели его хорошо, может быть, нам доверят и проведение третьего слёта, а может быть, третий слёт проведут на какой-то другой площадке, где есть такие же кадетские классы? Спасибо. Алина, я смотрю, у вас награды одинаковые, вот у вас, у Никиты, у Марии тоже есть. Что это за награда? Да, это нам вручили вчера награду, это медаль. Это медаль, как памятный знак о втором слёте кадет Следственного комитета. Ну, я так понимаю, что у вас есть свои ещё какие-то знаки, отличия, да, вот именно у кадетских классов? Ну, безусловно, мы все вступаем в деды юной армии, мы все хорошо стреляем, поэтому вот у нас есть вот такие значки. Знаете, отличия имеются в виду. У нас у всех кадет есть определённая форма, да, чем кадеты отличаются от обычных школьников в этой же гимназии. Наши кадеты носят форму вот такого установленного образца. Они, поступив в кадетский класс и приняв торжественную клятву, они надевают уже на себя вот, соответственно, погоны. Они носят шевроны с правой стороны, шеврон с левой стороны, это знак гимназии, в которой они обучаются. Ну, помимо внешнего вида, правильно, кадетские классы совершенно отличаются от общеобразовательных. Какие у вас есть предметы, которых нет у других ребят в обычных классах? Безусловно, у нас есть такие предметы. Профильно мы изучаем историю и общество знания. То есть, конечно же, у других ребят тоже есть эти предметы, но мы их более углублённо изучаем, более подробно изучаем их. Также у нас физическая подготовка преобладает. То есть после занятий мы идём и занимаемся физической подготовкой. На всероссийском слёте, который открылся накануне, прозвучал впервые гимн кадета. Расскажите об этом гимне, как недавно он появился, как давно, как вы пели, понравился ли он Бастрокину? Этот гимн появился сравнительно недавно, около двух недель назад. Его написали наши ставропольские авторы. Нам он был представлен тоже сравнительно недавно. Мы его выучили. Знаете, когда поёшь этот гимн, понимаешь, как ты гордишься страной, как ты гордишься тем, что ты являешься кадетом Следственного комитета. Можно мне дополнить? Конечно. Дело в том, что у кадетских классов очень много, и образовательная организация есть, Следственного комитета, кадетский корпус. Но как такового гимна ещё не было. И так как проходил слёт на нашей базе, мы, естественно, должны были внести что-то новое, чем-то удивить и порадовать. И мы подумали, было бы неплохо написать гимн, который бы объединял в поэтическом таком хорошем смысле всех учащихся кадетских классов. И вот мы думали над тем, что может стать этим объединяющим звеном. И мы подумали, что было бы неплохо подготовить вот такой гимн. И нашлись такие поэты, Виктор Копор и Валентина Нарыжная, которые поэт-композитор, которые подготовили для нас музыку, стихи, музыку. И судя по тому, что вчера Александр Иванович Бастрыкин этот гимн исполнял, пел, потому что шли слайды на большом экране с текстом этого гимна, и он подпевал под нашу минусовку, под музыку, значит, ему этот гимн понравился. Исходя, мы проводили мониторинг, когда у нас работали рабочие площадки с нашими коллегами, уже не с кадетами, а со взрослыми, которые представляют уже наставников, так сказать. И всем этот гимн тоже понравился. В общем, оценили хорошо. И смысловая нагрузка там такая замечательная, которая говорит о том, что мы ещё молодые, ну мы и кадеты, в смысле, да, ещё молодые, и мы готовимся быть вашей сменой, мы ваше подрастающее поколение, вы можете на нас рассчитывать, мы вас не подведём. Ну, то есть хорошая смысловая нагрузка лежит на этом тексте, ну и музыка, она тоже такая гимновая, маршевая, то есть такая позитивная очень. Уважаемые коллеги, напоминаю, если есть вопросы, я могу отвлечься и не увидеть, но поворачиваюсь периодически, руку поднимайте, буду слово передавать. Людмила Александровна сказала, что из 13 регионов страны, правильно, принимает участие? Из 13 команд вообще. 13 команд. Вот у нас присутствует Никита, он у нас представитель кадетского класса из Севастополя. Ставрополь посмотрели уже? Сегодня была обзорная экскурсия по городу Ставрополь, очень понравилось. Думаю, ещё приеду в этот город. Познакомились с ребятами из других регионов? Да, мы ещё вчера нам провёл психолог-тренинг, мы познакомились с ребятами, очень интересно общаться, например, с людьми из Хабаровска. Кажется, как будто мы вообще в разных частях планеты шлим. Ну, вообще так и есть на самом деле, но очень интересно слушать ребят. У вас относительно недавно же появились, правильно, кадетские классы? Мы второй год. Второй год. Заинтересованы школьники попасть в кадетский класс? Есть ли ажиотаж? Или всё-таки ещё... Большой конкурс был, вступительные испытания психологические, физические. По результатам экзаменов смотрели. То есть отбор был серьёзный. Ну, вот вы из ребят из 13 команд обсуждали, есть ли у вас разница в обучении, вот в разных регионах, какие-то программы углубленные? На самом деле, не только же, мы же не один класс. То есть были 11-е, были 8-е классы. Программа разная, но есть отличия. Общались с ребятами, например, по той же истории, разные программы у нас. Вы в первый раз принимаете участие в таких масштабных мероприятиях? На слёте я впервые. То есть вообще, да, мы впервые принимаем в таких масштабных мероприятиях участие. Никогда до этого не принимали. Мы молодые как бы. Сколько представителей от вашего города приехало? Два человека. Вот почему выбрали именно вас? Выбирали по принципу, кто лучше учится, у кого больше заслуг. То есть олимпиадников в основном брали и отличников. Но я олимпиадник. Я призёр регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по истории. Меня вот за это взяли. И за активное участие в жизни класса и школы. Ну а что уже отметили положительного на этом слёте? Вот будет что рассказать потом ребятам уже у себя в Севастополе? Я уже им фотографии отсылал вчера вечером. То есть ребята, конечно, некоторые кусают локти, но выбирают лучших всё-таки. Что по программе уже было? Квесты или психологические игры вы говорите? Чем занимались помимо экскурсии? Или сегодня только такая познавательная программа была? Вчера была торжественная часть слёта. Присутствовал председатель Следственного комитета. После чего мы выступали с презентациями. Мы представляли наши города, наши школы, наши кадетские классы. Сегодня у нас была обзорная экскурсия по городу. Вот сейчас даже в данный момент проходит мероприятие по стрельбе, соревнования по стрельбе с пневмонептической винтовки. То есть даже сейчас всё проходит. Вы для себя уже определили будущее? То есть вы свяжете свою жизнь с службой? Планирую поступать в Московскую академию Следственного комитета. Есть свои, конечно, пожелания, но надо, главное, сначала поступить в академию, а там уже буду планировать дальше. Но хочу жизнь связать со следствием. Сергей Николаевич, сложно поступить в академию Следственного комитета. Какой конкурсный отбор, сколько человек претендует на место? В предыдущем году у нас был конкурс «5 человек на место». В этом году мы планируем, судя по данным Дней открытых дверей, которые у нас проводятся ежегодно в феврале и в марте, конкурс, скорее всего, дойдёт до 7-8 человек на место. Какими навыками, помимо баллов на ЕГЭ, должен обладать будущий студент? Желающие поступить и в Московскую, и в Санкт-Петербургскую академию в первую очередь обращаются в органы Следственного комитета по месту регистрации. И там начинают с ними работать. В том числе, там они проходят и беседу с психологами, беседу с сотрудниками кадровых органов, которые выясняют вопросы мотивации поступления, почему именно человек хочет идти работать, вначале учиться, затем работать в органах следствия. И изначально подходит ли он по своим уже имеющимся качествам для дальнейшей учёбы и службы. И немалое значение, конечно же, имеет характеристика с места учёбы. Мы в обязательном порядке, и мы, и кадры управления следственных органов в обязательном порядке обращают внимание на эту очень важную деталь. Это характеристика и школы. В академию приезжают поступать ребята из разных регионов страны. И вот сегодня тоже из десяти, наверное, да, если правильно сказать, тоже регионов. Как ставропольские ребята? Нам же, ставропольчанам, интересно узнать, как показали себя наши ребята. На данный момент в Санкт-Петербургской академии пока не проходит обучение представителей вашего региона. Но я знаю точно, что в этом году есть несколько ребят. Вот мы поговорили с нашими коллегами, которые хотят к нам поступать. А по поводу слёта могу сказать только одно – огромное спасибо. Потому что мы в Санкт-Петербургской академии тоже проводим мероприятия различного, в том числе и международного уровня. И мы знаем, каких трудов стоит организовать подобное мероприятие. И очень приятно, что сегодня, во время экскурсии по вашему замечательному городу, на который нас возили, было очень хорошо видно, что ребята уже общаются между собой по абсолютно различным регионам. И не просто идут какие-то дружеские моменты общения. Они затрагивают какие-то уже серьёзные вопросы. Идя рядом, было приятно это слышать. А вот можем ли мы что-то придумать с форума? У нас немножко форума различается. А по какой вы программе обучаетесь и на что у вас делается уклон? А почему бы нам не перенять ваш опыт в этом направлении? И это здорово. Это, наверное, одна из основных целей была слёта. И очень хорошо, что она достигнута. Спасибо огромное организаторам за это. Да, пожалуйста. Добрый день ещё раз. Сергей Николаевич, к вам вопрос. Навыки кадета, навыки следователя. Ну, будем откровенны, сейчас, наверное, образование, то, которое они получают, сейчас, наверное, отличается от того, что было 15-20 лет назад. Вот в чём отличие и как сейчас, какие подходы, какие методы? Сразу же по поступлению с первокурсниками нашими и руководством нашей академии, и руководством факультета, в том числе, мы проводим беседы. И я сейчас процитирую фразу, которую мы им говорим, и в процессе их обучения год за годом повторяем. Сегодня преступник – это уже не изгой, не какая-то непонятная часть общества. Сегодня преступник, человек, приступивший закон – это в большинстве случаев высококлассный специалист, человек с прекрасным образованием. И для того, чтобы расследовать действительно резонансные, громкие дела, вам, как нашим студентам и как будущим сотрудникам Следственного комитета, нужно быть наголову выше этих людей. Причём вы можете столкнуться в своей деятельности с представителем совершенно различных профессий, совершенно различных сфер деятельности. И вам необходимо иметь знания хотя бы базовые во всех этих сферах. Именно тогда вы сможете действительно вести громкие дела, действительно их расследовать и действительно стоять на страже закона. То есть делать то, что от вас и требуется. Можно я ещё в догонку Марию спрошу, как действующую студентку, действительно ли всё так, как рассказал Сергей Николаевич? И вам в чём сложность, самая сложная в процессе учёбы? На самом деле обучение в Академии Следственного комитета отличается от обучения в обычном юридическом институте или университете, академии. Не важно. Потому что у нас такое узкое направление, можно сказать, именно уголовно-правовое. У нас большой уклон на криминалистику, уголовное право, уголовный процесс. Большое количество часов выделяется на эти предметы, в отличие от гражданских вузов. И на первом, втором курсе обучение такое общее, я бы сказала. А уже на третьем, четвёртом, пятом курсе есть специальные предметы, которые мы изучаем. И это интересно на самом деле. И уже не чувствуется той сложности, которая была на первом и втором курсе. А так очень интересно, и с годами я понимаю, что я выбрала правильный путь. Спасибо. Пожалуйста. Передай микрофон, пожалуйста. Спасибо. Мария, я став пресс. Людмила Александровна, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а насколько активно уделяется внимание в нашем крае психологическому развитию кадетов? Потому что нагрузка серьёзная. То есть, может быть, есть какие-то там тренинги, может быть, дополнительное какое-то время? Начнём с того, что когда подаются документы в кадетский класс, у нас тоже конкурс очень большой. Самым первым испытанием отборочным является психологическое собеседование, психодиагностическое обследование. И только на основании результатов полученных уже потом принимается решение, достаточно ли уровень, во-первых, психологической готовности, уровень стрессоустойчивости, уровень адаптивности у школьника, чтобы поступить, учиться в кадетский класс. Потому что, учитывая особенности характера, особенности кадетского класса, должны быть определённые психофизиологические характеристики у кандидата, чтобы он учился и успешно учился. Потому что, если у него недостаточно развиты какие-то определённые качества, он не сможет просто мучиться. Для него это будет просто не учёбой, а большой нагрузкой, большой бедой, которая будет и для здоровья негативно, а на здоровье негативно сказываться. Потом у нас проходят, во-первых, психологи, очень хорошо развита именно в 24-й гимназии социально-психологическая служба, которая с ними работает, но и ещё психологи из нашего следственного управления проводят с ними занятия. Разработан специальный курс, который называется «Юридическая психология» именно для школьников, где в такой игровой, познавательной форме с азами психологии они сталкиваются. И это всё, что касается интеллектуальной сферы. А что касается практического применения, то с кадетами работают наши же психологи, именно проводят мастер-классы и тренинги психологического характера, которые для начала направлены на успешность адаптации, такое нивелирование, можно сказать, стрессового состояния, потому что если школьник из обычного класса поступает в кадетский класс, в любом случае это восьмой класс, это ещё школьники, в любом случае какой-то уровень стресса присутствует. Вот на нивелирование как бы вот этого состояния, ну и потом на успешность адаптации, то есть особенно в момент поступления очень активно работают с ними психологи на первом году обучения. И в одиннадцатом классе уже проводится вот этот специальный курс «Юридическая психология», которая разработана тоже нами, утверждена, и вот как бы успешно мы её применяем. Спасибо. Ольга Аблогина, СВОЁТВ, Сергей Николаевич, вам вопрос. Насколько вас требованы ваши специалисты после того, как ваши выпускники? То есть мы поняли, что они получают образование качественное, вот дальше отслеживайте их судьбу, куда они устраиваются? Обязательно отслеживаем. При поступлении каждый поступивший в Академию подписывает контракт, согласно которому по окончанию обучения он обязан в течение пяти лет отработать в органах Следственного комитета, по направлению, который вопрос о направлении решается, опять-таки, управлением кадров, по необходимости того или иного региона в конкретных специалистах. Поэтому все сто процентов наших выпускников будут трудоустроены. После этого в течение первых нескольких лет мы будем отслеживать их работу посредством общения со следственными управлениями по регионам. По регионам они будут нам присылать характеристики, текущие на наших выпускников, а мы уже будем делать какие-то организационные выводы. Уточняющий вопрос. Правда ли, что двум следователям, которых связывают родственные связи, нельзя работать в одном территориальном подразделении? В непосредственном подчинении друг друга нельзя. Это правда. Спасибо. Сергей Николаевич, вот Ваша функция на этом слёте. Можно ли сказать, что Вы присматриваетесь к школьникам, которые могли бы стать Вашими будущими студентами? Не просто присматриваюсь, а с удовольствием присматриваюсь. И очень приятно, что у нас в стране есть такие ребята, которые уже со школьной скамьи избирают вот этот очень тяжёлый, на самом деле очень тяжёлый и очень ответственный путь. Служение не просто Родине, служение, наверное, справедливости и закону. Это очень тяжело и очень хорошо, что у нас такие школьники, такие ребята есть. Я так понимаю, что в высшем учебном заведении студентами Вы разбираете реальные дела, на примерах со школьниками зачастую с реальными делами не поработаешь. Тоже работают? Да. Вопрос к кому? К Сергею Николаевичу. Давай, Сергей Николаевич. Всё зависит от уровня подготовленности конкретного студента, кроме того, от года обучения. Как уже сказала коллега моя из Московской академии, на первых курсах читаются в основном общепрофильные дисциплины, позже начинается специализация. И вот в рамках специализации уже и рассматриваются различные дела, различные степени тяжести, различные направленности. Со школьниками я не знаю, как обстоит работа в общеобразовательных учреждениях, но я думаю, что какие-то не самые тяжёлые преступления тоже рассматриваются. Людмила Семеновна, как у нас со ставропольскими ребятами? У нас в этом отношении очень серьёзно проводится работа, потому что на протяжении, с момента создания кадетских классов, мы ввели в цикл занятий, который называется «Профессия следователь». И эти занятия для кадет проводят сотрудники следственного управления по Ставропольскому краю. Это и руководители следственных отделов, межрайонных следственных отделов, и следователи, которые работают в следственных отделах. Поэтому потом у нас развито такое направление, как школа правосудия, которая уже у нас функционирует три года. И на этой школе правосудия у нас также наши кадеты обучаются основам, как бы ознакомиться с реальными уголовными делами, соответственно, с теми, с которыми уже можно познакомить. Поэтому в этом направлении мы их тоже профессионально ориентируем и развиваем. Мы сейчас на протяжении всего этого времени говорим о том, что кадет – это так ответственно, это так престижно. Вот как мама мальчика. Зачем ему это надо? Зачем ему надо быть кадетом? Вот что ему это даст в будущем? Вы спрашиваете у меня? Я считаю, что в первую очередь это очень хорошая основа для получения хорошего образования. Потому что помимо основных школьных предметов доводятся другие специальности, и наши кадеты имеют возможность в период обучения познакомиться со всеми видами государственной гражданской службы. У обычного школьника такой возможности не всегда представится. Например, наши кадеты посещают музеи и ведомства других правоохранительных органов. Но это, опять же, для общего развития. То есть мы знакомимся со службой МВД, ФСБ, МЧС, особенности вот такие. Это во вторую очередь, то есть помимо образовательного хорошего такого пьедестала, во вторую очередь это дисциплина. Потому что у них определённый есть график, нужно прийти к определённому времени, нужно построиться, уметь правильно представиться. Потом нужно иметь опрятный, как вы видите у наших кадет, внешний вид. Особенно мальчики учатся ухаживать за собой, гладить брюки, чистить ботинки. То есть это элементарные вот такие навыки, которые необходимы каждому мужчине. И кадетский класс даёт им вот такую возможность. Алина, ты с какого возраста, с какого класса решила стать кадетом? Я решила стать кадетом с седьмого класса. Когда я узнала, что на базе нашей гимназии появились профильные кадетские классы Следственного комитета, конечно же у меня возникло такое желание туда поступить. Ну желание, знаете, было такое, ну желание есть желание, просто желание было. Потом, когда пришло время поступать уже, когда мы начали сдавать и физические испытания проходили, и психологические испытания, конечно же, помимо желания пришло ещё стремление стать. Кадетом Следственного комитета. Безусловно, это только плюсы, чтобы ученик школы любой стал кадетом, потому что, как сказала Людмила Александровна, у нас и дисциплина, у нас и порядок. И учимся мы даже таким элементарным вещам, как гладить самому себе брюки. Вот седьмого класса сейчас, секунду Антона, это же такой ответственный выбор ты сделала так рано. Кем ты хочешь стать? И не боишься ли того, что в 30 лет ты подумаешь, что я буду мастером маникюра, например? Ну вот просто, что ты поймёшь, нет, это было не моё. Как ты так в таком юном возрасте и так ответственно подошла к своему будущему? Нет, знаете, наверное, это зависит ещё от того, как настроят тебя родители, как тебя воспитают родители. Потому что родители должны дать точное направление в жизни. И я благодарна своим родителям, что они меня ознакомили с кадетским классом, что мне дали понятное объяснение, что это такое. Я не боюсь, что я в 30 лет подумаю, нет, это не моё, потому что сейчас я точно уверена, кем я хочу стать, точно знаю, кем я хочу стать. Я хочу стать следователем. И я знаю, что это такое, нас с этим знакомят. И мне кажется, к 11 классу я буду максимально знать об этом. Спасибо большое. Вот опять же немножко вдогонку. Вопрос к девушкам, к Марии и Калине. Ну понятно, что парням как-то форма более свойственна, да, как одежда, как вид одежды. Для вас вот как, каково это носить форму? Нет ли зависти к другим девушкам, которые могут более свободно одеваться? Нет, для меня это очень почётно носить форму, потому что надевая погоны, ты чувствуешь себя как-то более, как-то не знаю, даже можно сказать, выше что ли других. И нужно себя приучать уже с таких лет, с академии, с кадетского корпуса к форме, потому что если ты хочешь стать следователем, что касается Алины, то уже вот как раз с кадетских лет, с кадетского корпуса и класса необходимо носить форму, потому что в дальнейшем твоя профессия будет связана с служением Родине, с служением отчизне. Поэтому я считаю, что для девушки, в принципе, как и для молодых людей, форма – это неотъемлемая часть жизни. Спасибо. Сергей Николаевич, ну вот возвращаясь к разговору, который мы ввели с Алиной, есть ли статистика вот после вот этого пятилетнего срока, после выпуска из заведения, все остаются дальше в профессии? – Пока мы на этот вопрос вам ответить не сможем. По одной простой причине Академии у нас молодые, и пока у нас ещё не было ни одного выпуска молодых специалистов. Как только он произойдёт, мы с удовольствием всё прокомментируем. Однако могу дополнить предыдущий вопрос, точнее, ответ на предыдущий вопрос относительно девушек, их выбора и так далее. Не скажу за Московскую Академию. В Санкт-Петербургской Академии это точное число 57% обучающихся – это девушки, более половины. Спасибо большое. Да, конечно. Антон, передай, пожалуйста, микрофон. Да, конечно. Мария Ставпресс. Людмила Александровна, снова к вам вопрос. А есть ли какие-то планы на долгосрочное развитие направления данного на нас в крае, на ближайшие, может быть, 5-10 лет уже есть какие-то идеи, может быть, что-то масштабное? Что-то масштабное мы делаем каждый год. То есть начали мы с того, что у нас был образован один класс. На следующий год, в 2012 году, мы открыли ещё три кадетских класса. Потом мы совершенствовали нашу базу и нормативную, и образовательную. Потом мы присвоили почётное наименование нашему первому классу имени генерала-лейтенанта юстиции Ядрова. В дальнейшем мы это почётное наименование, это большая работа, присвоили всему, всей образовательной организации гимназии номер 24. В дальнейшем мы открыли памятник генерал-лейтенанту юстиции Ядрова. Это всё развитие, в общем и целом, патриотическое, воспитание патриотическое. Сейчас мы провели такой слёт, это тоже большое мероприятие. В дальнейшем мы планируем открыть музей следственных органов на базе гимназии. У нас есть уже небольшая выставочная экспозиция и в гимназии, и в нашем следственном управлении, но мы планируем её расширить другими экспонатами. И, возможно, приурочить также к памяти Михаила Георгиевича Ядрова. То есть вот таким образом. И так как у нас есть уже четыре кадетских класса, но гимназия 24, она очень большая, вмещает себе полторы тысячи человек, и там учатся дети, прекрасные дети, прекрасные школьники, там другое направление. Я, откровенно говоря, не думаю, что у нас из этих кадетских классов вырастет корпус. Потому что Александр Иванович Пострикин сказал на своём, когда это была торжественная у нас часть, это попало в видео, сюжет, о том, что настолько здесь у вас всё хорошо организовано, что пора образовывать здесь корпус. Не кадетские классы, а корпус. Но это всё пока только мысли, идеи. Пока что мы работаем, развиваемся. Наша основная задача, чтобы у нас был хороший выпуск кадет, чтобы как можно больше наших выпускников поступили по целевым направлениям в образовательной организации высшего образования Следственного комитета, в Московскую и Санкт-Петербургскую академии Следственного комитета, чтобы они успешно их закончили, пришли работать в наше следственное управление. Вот такая задача, пока что она первоначальная, стоит перед нами на данном этапе. Потому что мы работаем, и управление наше следственное по Ставропольскому краю, гимназия 24, весь педагогический состав, над тем, чтобы ребята получили хорошую основу, которая даст им возможность поступить именно по целевому направлению, отучиться успешно и прийти к нам работать. — Буквально уже через полчаса-час состоится уже закрытие слёта, верно? — 16 часов у нас. — Что ждёт ребят на закрытии? Такое было торжественное открытие, высокие гости и гимн, презентация. Что ждёт ребят на закрытии? — Мы на закрытии закрепим достигнутые результаты, мы все вместе споём объединяющий на нас гимн. Так как уже утвердили этот гимн, Александр Иванович Бастрыкин его утвердил, поэтому мы смело уже можем сказать, что вот этот гимн, и мы его все вместе споём. На закрытии мы вручим дипломы и призы победителям и призёрам соревнований, которые проводили, выступят с ответным, во-первых, с приветствием выступит руководство гимназии, руководство следственного управления по Ставропольскому краю, с ответным словом выступят представители делегаций, которые прибыли к нам на слёт. Потом у нас будет ещё большой праздничный концерт, на котором выступят и наши кадеты, творческие коллективы, да, и кадеты, которые приехали, привезли свои концертные номера, и выступят творческие коллективы нашего города. Получается, победителей не будет, все участники будут награждены в своих отраслях, да, в своих стезях? Да, будут дополнительно ещё небольшие сувениры, потому что мы подготовили для каждого участника ещё, как бы, накопитель, флешку, на которую мы скинем все фотографии, которые были сделаны за это время, да, это хороший, как бы, сувенир они увезут с собой не только в голове, в своих сердцах, но и на, как бы, на электронном носителе эту память. Потом нами разработан ещё дневник кадета, и будет каждому кадету, каждой делегации, вернее, вручено, ну, определённое количество этих дневников, чтобы они могли, ну, начиная, наверное, со следующего уже учебного года, как бы, вести этот дневник, который, ну, школьный дневник, но который оформлен как дневник кадетов, в котором есть слова гимна кадетского, ну, символика, соответственно, Следственного комитета, вот таким образом. То есть они обвиняются, ещё, насколько я знаю, какие-то тоже делегации привезли памятные тоже сувениры, я знаю, Севастополь, Академии тоже, я знаю, что они привезли какие-то, в общем, сувениры. Это будет обмен сувенирами, обмен любезностями, да, ну, вот таким образом. Коллеги, если есть ещё у кого-то вопросы, уважаемые спикеры, есть, если что добавить. Хотелось бы поблагодарить за организацию этого слёта, за огромную помощь, конечно, администрацию города Ставрополя, потому что только в тандеме с ними, вообще с нашим городом, мы смогли всё это организовать и провести. Вот, большая благодарность педагогическому коллективу и дирекции, административному корпусу гимназии 24. И огромное спасибо всем участникам, потому что тоже найти возможность и приехать сюда из разных уголков нашей страны, да, и Кемерово, и Новосибирск, Хабаровск, ну, не говоря уже о Санкт-Петербурге, Москве, Вологда, да, то есть эти участники ехали к нам, соответственно, летели через всю страну, да, и где-то с пересадками из Москвы, то есть каким-то где-то прямым рейсом, там, самолётом, ну, сложно себе представить, как добраться из Хабаровска, да, вот в Ставрополь, всё-таки, или из Новосибирска, из Кемерово. Поэтому всё-таки наши участники нашли возможность такую приехать, прилететь к нам, принять участие, вот, и большое спасибо всем, и вам тоже большое спасибо за то, что вы так здорово нас осветили. Будем надеяться, что кадетское движение будет развиваться. Я думаю, что пресс-конференцию мы подведём уже, подведём итоги. Большое спасибо, скажем, гостям нашим, коллегам, большое спасибо спикерам. Передавайте огромный привет от старопольских журналистов, журналистам «Севастополь». Будем рады, если будете приглашать нас на ваше мероприятие. Спасибо ещё раз, что пришли. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова